Да, начало такое вот кайфовое. Привет вам такой из Иерусалима был. Меня зовут Наталья Продан, я живу в Израиле, и вот поэтому, наверное, было такое начало веселое, экзотическое, наверное, несколько. Еще раз добрый вечер всем. Спасибо всем, кто написал свои фамилии и имена. Вот здесь это показывает, во-первых, ваше уважение к спикеру, это во-первых. Во-вторых, это показывает, что вы люди профессиональные, что вы уже фирмачи, вот, и мне это особенно приятно. Ну, если человек еще неопытный или его еще не воспитали как следует в этом бизнесе, то он вот как бы не считает нужным написать свою фамилию. Ну, а есть еще, наверное, такая категория людей, которые стесняются своей фамилии, и я просто беспокоюсь за их психическое здоровье в таком случае. Итак, давайте начнем наш вебинар. Да, спасибо за приветствие. Видите, какая у нас география чудесная, классная такая география. Начало вас зарядило, и у кого вот такое хорошее настроение, настроение такое с плюсом, вы, пожалуйста, вот прямо так не стесняясь и плюсики поставьте в чате. Пожалуйста, плюсики напишите, у кого классное настроение. Вау, у некоторых вон как зашкаливает. Класс! Ну, супер! Я смотрю, у всех замечательное настроение предновогоднее. Вот, давайте в таком вот предпраздничном настроении и будем с вами работать. Нас тут уже с вами собралось почти 350 человек. Значит, тема актуальная, тема горячая. Да, приятно смотреть на ваши плюсики. Сразу вспоминаю анекдот, что оптимист даже на кладбище видит одни плюсики. Здорово! Итак, господа, давайте начнем работать. Наш вебинар сегодня называется «Эффективная работа с возражениями». Проводят этот вебинар, Натали Продан, сетевик с 20-летним стажем работы. Вот, как видите, тут пишут «Успешный MLM-лидер и популярный бизнес-тренер». Я действительно давно работаю в сетевом бизнесе, работаю успешно. Вот за последние два с небольшим года я построила структуру больше 35 тысяч человек. Это говорит о том, что у меня есть некие практические знания, знания успешного человека, успешного сетевика. И вот этими знаниями я сегодня хочу с вами поделиться. И тему я вот взяла сегодня для нашей встречи, тему, которую я точно знаю, волнует многих людей. Пожалуйста, вот следующий слайд. Покажите нам. Итак, что же это такое возражение? Скажите, пожалуйста, вот вы, господа, работая в сетевом бизнесе, встречались вы вот с такими словами? Ну вот, например, «дорого», «да всё это шарлатанство», «у меня нет времени», «мне надо подумать», «мне муж не разрешает», «это пирамида» и так далее, и так далее. Встречались с этим? Встречались. Часто встречались. Окей. Давайте поговорим о том, как мы будем отвечать на эти возражения. Я сегодня, пожалуйста, следующий слайд. Я сегодня вот хочу затронуть ряд таких возражений, которые нам встречаются. Вообще, на самом деле, возражений существует порядка 20-30. Остальное всё вот интерпретации одних и тех же возражений. Как я сегодня хочу построить нашу встречу? Я хочу немножечко поговорить, ответить на какие-то вот конкретные возражения, наиболее часто встречаемые. Но самое главное, самое главное, и я думаю, чем вот этот вебинар будет отличаться от тех тренингов, которые вы встречаете в интернет, от тех тренингов, которые вы посещаете, я хочу вам дать не только практические техники работы с возражениями, но и рассказать о главных ошибках и заблуждениях, в которые вот впадают зачастую сетевики. И это как раз те ошибки, которые мешают зарабатывать деньги, которые мешают построить структуру, структуру, которые мешают построить структуру грамотную, структуру мощную, которая будет давать вам, будет давать вам пассивный доход, то, о чём мы сетевики и мечтаем. Итак, возражения. Ну, на самом деле, когда мы встречаемся с возражениями, то это не страшно. Я, наоборот, люблю возражения, потому что если я встречаю возражения, то сразу это сигнал о том, что, во-первых, мой оппонент жив, а во-вторых, это то, что у него, наверное, есть интерес к моей теме, к моему бизнесу, к моему коммерческому предложению. Сегодня мы будем с вами также говорить о том, что есть возражения мнимые и есть возражения истинные. И будем учиться отличать вот эти мнимые возражения от возражения истинных. Это тоже важно, вот в этом научиться разбираться, что мы сегодня и будем с вами делать. Ну и, наконец, наверное, нужно затронуть вопрос, почему вообще возникают возражения у людей, да? Было бы так здорово, если бы мы вот дали своё коммерческое предложение, и люди в ответ спрашивали только, куда денежку-то занести, где вот заплатить. Вот хочу приобрести. Регистрационный пакет, хочу приобрести дистрибьюторский кит, вот хочу начать работать. Так бывает в жизни. И я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. У меня такое иногда бывает, что когда мне человек пишет в скайп, и говорит, давайте познакомимся, вы мой спонсор, а я ваш новый партнёр. Ну, это частые случаи, но всё-таки нетипичные. Почему же люди, не все, вот допустим, идут к нам в сетевой бизнес? Почему вот они вываливают на нас свои возражения, недоумения, свои сомнения? Ну, смотрите, всем это не надо, сетевой бизнес, это понятно. Как все, например, ну, не могут быть врачами, все не могут быть спортными, все не могут быть учителями. Точно так же все, наверное, не могут быть сетевиками. Поэтому спокойно, это сразу я вам прививку делаю к тому, что не надо нервничать, если ваше предложение не принимается и отвергается. Есть очень много людей, которые не готовы покинуть свою зону комфорта. Да, они будут жить в этой своей несчастной хрущобе, которая им в наследство от бабушки досталась, будут вот ругать своего начальника, свою страну, своё правительство, но никогда не покинуть свою зону комфорта. Им там хорошо, вот, и никуда они оттуда не двинутся. Вот, ещё причиной возражений может быть превратное понятие людей о том, что такое сетевой маркетинг. Есть всяких масса страшилок, стереотипов, и я знаю много людей, которые, войдя в этот бизнес, говорили, ой, если бы я сразу понял, что это сетевой маркетинг, я бы вот туда просто бы и не пошёл даже. И вот такие вот страхи есть. Ну, это как бы не столь важно, не тема нашего сегодняшнего исследования. Давайте мы с вами всё-таки приступим к тому, чтобы вот поговорить о том, как мы отвечаем конкретно на типичные возражения. Итак, первое возражение, которое вы встречаете, оно бывает в форме вопроса, оно бывает в форме утверждения, вы часто слышите, это сетевой маркетинг. И мне как-то на скайп пишет начинающий мой партнёр, в такой панике пишет, что делать? Люлик, всё пропало, что будем делать? У меня человек спрашивает, это сетевой маркетинг, что мне ему отвечать? И он вот в такой вот панике. Что мне ему отвечать? Сказать правду? Спугнёшь человека, испугается, и только пятки засверкают отсюда. Сказать ему неправду тоже нельзя. Чё делать-то будем? Человек просто вот в такой панике в огромной. Как обычно начинающие дистрибьюторы отвечают на этот вопрос, когда их спрашивают, это сетевой маркетинг? Большинство людей сразу вот, ну вот то, что я наблюдала, например, становится в такую вот агрессивную такую позицию и говорят, да, а что вы имеете против сетевого маркетинга? Другие начинают читать лекцию о том, что сетевой маркетинг на самом деле это очень хорошо, вот, и знаете, вот я присутствовала как-то, я уже думала, что это всё в прошлое ушло, это в натуриновом сундуке. Нет, я вот как-то не очень давно присутствовала на одной такой презентации, где собравшихся после работы людей, которые ехали достаточно далеко вот в этот зал, вот, приехали после работы, усталые, вот, и проводили презентацию. Значит, презентация эта заняла почти два часа. Народ уже там мирно засыпал. Те, которые были побойчее, они просто вставали и уходили оттуда. И вот спикер там, ведущая презентацию, дама, она сначала долго и нудно, где-то минут 30 убеждала людей, которые об этом совершенно не спрашивали даже. Она их убеждала, что сетевой маркетинг – это хорошо. И она им прочитала целую лекцию об индустрии сетевого маркетинга. Люди-то пришли зачем? Получить новые возможности, изменить свою жизнь, а не для того, чтобы прослушать эту нудную лекцию. Но она на этом не успокоилась. Дальше было хлеще. Дальше пошел квадрант денежного потока Киосаки. О, я честно думала, что уже никто так не работает. Нет, еще вот так вот работает. Итак, когда вам задают вопрос о сетевой маркетинг, многие начинают читать лекцию о том, что сетевой маркетинг – это хорошо, приводить примеры людей, которые в этом преуспели и так далее, и так далее. Но на самом деле это совершенно не лучший вариант. Лучше применить другую технику и ответить. Я знаю, что тут есть мои ученики на этом вебинаре, и они точно знают, как нужно ответить на этот вопрос. Пожалуйста, откройте нам чат. Ребята, напишите, как вы отвечаете, когда вам встречается вот такое возражение, когда вас спрашивают, это сетевой маркетинг. Как вы отвечаете на этот вопрос? Напишите. Молодцы! Молодцы! Вот, видите, не зря боролись, называется. Совершенно верно! Совершенно верно! Это самый лучший ответ. Это самый лучший ответ. И вот те, кто со мной работает, вот сразу... Ну, видите, вот не мои люди отвечают. Весь бизнес построен на сети, а вы ищите сетевой маркетинг, а вы сами как думаете, да, ты рад, вот, а что вы знаете о сетевом маркетинге? Ребята, это всё не модно так отвечать, это всё неэффективно. Вот здесь лучше всего применить ту технику, вот, которую использовали вот ребята первые, которые так бодро ответили на этот вопрос. Это техника уточняющих вопросов. И это вопрос на миллион долларов. Что вы имеете в виду? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Я вот так научилась на этот вопрос отвечать очень-очень давно, когда я ещё не работала через интернет, когда не было этих замечательных технологий, когда я по старинке расклеивала объявления, и мне по объявлениям звонили люди, чтобы записаться на собеседование, или чтобы я их пригласила на презентацию. И зачастую, ну, процентах 80, наверное, первый вопрос был, это сетевой маркетинг, вот. Я могла, конечно, по вашей вот методике ввязаться с ними в споры, спрашивать их, а вы хотели бы, чтобы это был сетевой маркетинг, стала бы ему объяснять. Или вот ещё тоже вопрос совершенно нелепый. А вы сами как думаете? Это, знаете, это так же... Валентина, вот, когда вы говорите, а вы сами как думаете, да? Это мне напоминает, когда вот человек звонит по телефону и говорит, привет, привет. Ну, как дела? Ну, угадай, кто это? Чё, ты не узнала меня? Нет, чё-то не узнала? Ну, ты даёшь. А чё? Ну, давай, угадай, кто это? И вы всё больше и больше раздражаетесь, когда с вами так разговаривают. Поэтому, если задавать вопросы, вы сами как думаете? А может, он вообще не знаком, Валентина, с этим процессом думания? Может, он вообще думать не умеет, а вы ему такие вот провокационные вопросы насчёт думания задаёте? Нет, я всегда задавала человеку вопрос, что вы имеете в виду? Когда меня человек спрашивал, это сетевой маркетинг, я спрашивала, что вы имеете в виду? Ребята, я выслушивала в ответ массу таких фантастических вариантов, когда человек под сетевым маркетингом понимал, что это хождение по квартирам, что это нужно кому-то что-то втюхивать, что это нужно кого-то уговаривать, кому-то продавать. И вот это вот мне человек вот все свои гипотезы и вываливал. На что я ему всегда, знаете, таким скучным голосом, таким равнодушным говорила. «Ну, вы, конечно, можете ходить по квартирам, вы, конечно, можете ходить продавать, но мы так не работаем». «Ну, если вы хотите, то, пожалуйста…» На что мне сразу радостно отвечали. «Нет, нет, мы не хотим ходить по квартирам, мы не хотим продавать». И тогда уже у человека был интерес послушать, что же это такое. Поэтому сначала вы распознайте, что человек в башке был, вот, а потом уже бросаетесь в бой и задавайте, задавайте какие-то там вопросы такие. Вот, значит, поэтому вот эта техника уточняющих, таких вот уточняющих вопросов. И когда вот мне задают вот этот вопрос, это сетевой маркетинг, я человека спрашиваю, что он имеет в виду. Вот, а уже потом, когда я получаю ответ, тогда уже можно плясать. Тогда я наконец-то понимаю, что у него в голове, что у него в голове творится и в каком ключе я с ним буду разговаривать. Вот, поэтому это самый лучший вопрос. Следующий, значит, следующее возражение, которое очень часто встречается вам, это возражение, пожалуйста, следующий слайд, это возражение, это пирамида, да, когда вам человек говорит. Это пирамида, это вопрос, может быть, а может быть, это он просто вот уже выносит свой приговор. Это пирамида. Вам встречался такое возражение, ребят? Говорили вам, что это пирамида? Я вам покажу сегодня несколько вариантов, как я на это отвечаю. И будет несколько техник ответа вот на этот вопрос. Но чаще всего, знаете, когда мне говорят, для чего вообще у человека вот эту фразу говорит или задает этот вопрос? Это пирамида. Да, чтобы поумничать, понимаете? Он где-то что-то слышал, как-то краем уха. Он вообще, как бы, не понимает. Вот тут, пожалуйста, варианты ответов. Значит, семья – это тоже пирамида, государство – пирамида, значит, армия – это пирамида, у вас на работе – это тоже пирамида. Ребята, забудьте это. Забудьте такие ответы. Это всё вот нафталиновый сундук. Никто сейчас так, никто сейчас так не работает. Это бесполезный ответ. Да, только в другую сторону. В какую сторону? От Адама и Ева пирамида. «Пирамида – это МММ, а я предлагаю бизнес, МЛМ-компании». И главное, я пишу. Вы писатель, Виталий? С людьми надо разговаривать, с людьми не надо переписываться. И вот знаете, ведь сколько нищих сетевиков мыкается по свету. Эти люди, которые много работают, эти люди много работают, эти люди много времени сидят, если у них интернет-бизнес, то они сидят за компьютером, или они проводят массу встреч, или и так далее, и так далее. А денег у них нету. Понимаете? Людей вот такие методы работы, такая вот тактика работы с возражениями, это к деньгам не приводит. Понимаете? И вот эти нищие сетевики, они вот так вот мечутся годами из одной компании в другую, и у них ничего не получается. Неправильно, не надо так работать. Не надо работать, надо работать эффективно. Вот. Поэтому, если, например, меня спрашивают, это пирамида? Вот. Есть тут несколько вариантов, я вам покажу, как можно эффективно убирать это возражение. Тем более, что в большинстве случаев, уверяю вас, это возражение не истинное, а ложное. Вот именно из желания поумничать, что-то вот просто вякнуть. Потому что человек вот слышал что-то про пирамиду, и фиг он там понимает, что это такое. Вот. Значит, как я отвечаю на этот вопрос, когда меня спрашивают? Это пирамида? Я спрашиваю, если вы имеете в виду финансовую пирамиду, то я криминальным бизнесом не занимаюсь. Так я говорю человеку. Вот. Ну и дальше я еще могу добавить. Я слышала, что в израильских тюрьмах хорошо кормят, но я туда не тороплюсь. Ну, если вы так скажете про русские тюрьмы, то это будет уже, конечно, смешно насчет хорошего кормления. Поэтому эту фразу мы уберем. И я просто говорю, если вы имеете в виду финансовую пирамиду, то я криминалом не занимаюсь и вам не советую. Понимаете, я сразу человека вот таким строгим ответом ставлю на место. Это очень хорошо на людей действует. Это действует как холодный душ. Я не собираюсь ему распинаться и рассказывать по старинке, что, ребят, вы сейчас, пожалуйста, вопросы не пишите, я вам дам возможность высказаться. вы напишите вопросы, которые вас волнуют. А сейчас, пожалуйста, не пишите, хорошо, потому что вы просто отвлекаете других людей, ну и меня, соответственно, вы тоже отвлекаете. И если мы хотим быстро продвигаться и эффективно работать, то, пожалуйста, сконцентрируйтесь на том, что я говорю. Хорошо? Если я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. Пока я не задаю вопросы, пожалуйста, ничего не пишите. Итак, значит, я очень коротко отвечаю на этот вопрос, потому что совершенно нету смысла ни для того, кто задает этот вопрос, ни для меня углубляться в историю египетских пирамид, в структуру организации армии, государства и семьи. Это нас к деньгам не приведет. Понимаете? Если ваша цель зарабатывать деньги, то мы, значит, будем с вами идти другим путем. Если ваша цель потусить, пообщаться, покайфовать это общение, поумничать перед вашим собеседником, ведь я даже не сказала потенциальным партнерам, хотела сказать, потом сама себя остановила, потому что он не будет вашим партнером, если вы будете с ним там умничать и вести дебаты, потому что ваша цель тогда не бизнес, ваша цель поумничать, он не будет вашим партнером. Если ваша цель поумничать, показать, какой вы образованный, как я говорю, ерундированный, то тогда рассказывайте ему про египетские пирамиды. Вот. И поражайте его своим остроумием и красноречием. Вот. И есть, значит, вот такой вариант ответить, что если вы имеете в виду финансовую пирамиду, то я криминалом не занимаюсь и вам не советую. Я работаю в честном легальном бизнесе. Товар, деньги, товар. Маркса еще никто не отменял. У нас абсолютно легальный бизнес. Все, все вопросы отпадают. Есть еще такая очень интересная техника, техника игнорирования. Техника игнорирования. Это такая, знаете, вот дубина, которую даешь просто человеку по башке. И вот многие начинающие дистрибьюторы очень успешно эту технику используют. Она на самом деле хорошо действует. Знаете, когда вот у человека много эмоций, много энтузиазма, особенно у новичков это бывает, вот он использует эту технику дубины. Когда вам говорят это пирамида, и тогда вы, выпучив глаза, обязательно нужно глаза расширить, обязательно с эмоциями человеку ответить. Вот именно потому, что это не пирамида, я тебе и говорю. Действует просто, знаете, вырубает человека. Или, ну, например, он вам говорит, ну, вот это через год это все закончится. Вот именно потому, что это через год не закончится, я тебе и говорю. Вот, действует классно такая вот дубина в МЛМ. Ну, еще раз говорю, что это хорошо срабатывает, если вы человек темпераментный, если вы полны энтузиазма, вот это просто сшибает с ног. Тоже хорошая техника. Вот, есть еще вот техника Айкидо. Ну, тоже мы сейчас ее применим. Пожалуйста, следующее возражение, которое мы с вами рассмотрим. Итак, с пирамидой вы получили несколько вариантов, да? Вот, думаю, что, ну, вот, например, а мне муж там или жена не разрешает. Сталкивались с таким возражением? Или это я так вот с потолка взяла? Кто-то кто-то сталкивался с таким? Вот, было, часто, да, да, было. Ну, значит, поговорим тоже об этом пару раз. Отлично. Итак, мне муж или жена не разрешает. Вот здесь вот я вам советую применить вот эту вот технику айкидо. То есть, это такая техника уже более продвинутая, когда мы присоединяемся и вот проговариваем вот это возражение, ну, только с какими-то вот маленькими изменениями. Ну, например, вам говорят, а мне муж не за нее не разрешает заниматься бизнесом. Тогда я говорю, вам муж не разрешает заниматься бизнесом? А как вы думаете, почему это происходит? В чем причина? И тогда женщина мне обязательно вот начинает давать развернутый ответ, и она сама отвечает вот на этот вопрос, на это возражение она сама и отвечает. Вот. И тогда вот просто выстраивается вот возможность, как ей на это ответить, когда она рассказывает, почему муж ей не разрешает. И тогда уже все очевидно, она сама себя убеждает, почему она все-таки может этим заниматься. Ну, например, она вам говорит, что там, ну, вот муж боится, что я не буду там успевать делать домашние дела. А на самом деле я буду все успевать, говорит она. Если вот бизнесом этим надо заниматься несколько часов в день, то я могу просто прекрасно все успеть. Я могу там раньше встать, или я могу вот там, ну, и так далее. Она сама уже вам проговорит, она сама себя начинает убеждать в том, что вот это возражение на самом деле ложное. Или вы можете по-другому сформулировать. Опять-таки техника айкидо, когда вы присоединяетесь с небольшими изменениями говорить это возражение. А мне вот муж не разрешает. Тогда я спрашиваю, ну, вот вам муж не разрешает заниматься бизнесом. Ну, а как вот вы считаете, что можно сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию? И она сама начинает находить абсолютно конкретно по полочкам варианты того, как выйти вот из этой ситуации. Вот. И поэтому вот эта техника такого проговаривания, она очень хорошо работает. Следующее возражение. Следующее возражение, это нужно ходить и предлагать, это нужно продавать. Вот. Ну, я думаю, что это настолько легкое возражение, что вы знаете, как на него ответить. Когда вы говорите, в данном случае, ну, понимаете, большинство людей не хочет ходить и предлагать и так далее. Вот. Тогда я просто человеку говорю, ну, ты можешь ходить и предлагать, но на самом деле мне нужен человек для того, чтобы строить дилерскую сеть. Мне нужен организатор бизнеса. Коробейники мне не нужны. Следующее возражение. Здесь нужно уговаривать. Вот. Я нашла, на мой взгляд, очень удачный ответ на вот это возражение. Здесь нужно уговаривать. я это прочитала у замечательного психотерапевта Михаила Литфака. Если вы не читали его книги Михаила Литфак, очень рекомендую. Действительно, ну, один из сильнейших психотерапевтов в России. Даже вот Владимир Леви сказал, что это, наверное, самый лучший наш психотерапевт. Книги у него замечательный. вот, там есть такая фраза, которая отзывала на вооружение. Уговаривать это насиловать. Когда мне говорят, здесь нужно уговаривать, я тогда, знаете, так очень строго говорю человеку. Уговаривать это насиловать. Никого насиловать не надо. Никого уговаривать не надо. Мы просто даем людям информацию. Вы уж сами решайте. Оставаться вам на том месте, где вы есть сейчас по жизни или изменить эту жизнь все достаточно. Следующее возражение. Я не верю. Хорошее возражение тоже вам часто встречается. Вот. Я на это возражение отвечаю одной фразой. Это дело не веры, это дело знания. Все. Точка. вы знаете, когда вам говорят вот я не верю, да, вот, у неопытного дистрибьютора сразу появляется соблазн, сразу появляется соблазн, вот в ответ на это я не верю, вывалить кучу доказательств, кучу неопромежимых фактов, убедительных таких, чтобы человек поверил, чтобы он понял, как вот это вот, хорошо, вот, я не верю, что тут можно зарабатывать, ну, вот давай, вот, я вот тебе, вот, хочешь, я тебе принесу скрин, вот, чека моего, вот, вышестоящего спонсора, он зарабатывает 150 тысяч в месяц, 150 тысяч долларов в месяц он зарабатывает, ну, давай, принеси, раз, приносит ему скрин вышестоящего спонсора, да, ну, и что, я такую же фигню могу левой ногой тоже в интернете нарисовать, понимаете, вы еще больше из кожи вон лезете, вы еще больше ему доказательств, нет, так дело не пойдет, дело в том, что есть две ситуации, когда мы встречаем возражения, если если эта речь идет о продажах, эта речь идет о продажах, то тогда, да, тогда мы обязаны с вами предоставить какие-то доказательства человеку, аргументы и так далее, потому что клиент всегда прав, мы вокруг него пляшем, у него деньги, и он самый главный, и мы вокруг него пляшем, предоставляя ему какие-то неопровержимые, так сказать, доказательства. Если мы с вами говорим о рекрутинге, а сегодня мы говорим именно о том, как присоединять новых людей, как подписывать этих людей, то такая позиция продавца, она не годится, она не годится, потому что если мы рекрутируем, то прав не тот, кто умнее, а тот, кто главный. Вот если вы это поймете, тогда вы сумеете очень хорошо подписывать людей. Кто на собеседовании с потенциальным партнером самый главный, скажите мне, напишите, кто самый главный на собеседовании с партнером, вот вы проводите собеседование с партнером, кто главный, с потенциальным партнером, кто главный, он или вы? конечно я конечно я я провожу собеседование значит я главный у меня есть возможности я работа дать и тот кто проводит собеседование тот главный тот работа дать и вот это вы должны четко знать точную четко знать и вообще ребята я отвечаю всегда на одно возражение не больше потому что если человек мне говорит объясните мне вот это значит я вижу что у него действительно вопрос что он действительно хочет понять а не сопротивляется не умничает не хочет поставить меня на место показать что вот на самом деле вот он тут пришел меня проэкзаменовать следующее возражение пожалуйста а где гарантия о да ну вот это и из этой же серии когда неопытный человек сразу начинает там придумывать массу придумывать притаскивать стараться раздобыть массу доказательств и гарантий я человеку всегда отвечаю что у меня есть только одна гарантия я могу сто процентов гарантировать что рано или поздно мы все когда-нибудь умрем больше я вам никаких гарантий не даю потому что я не мошенница не шарлатанка которая дает вам там стопроцентные гарантии вы не телевизор вы не холодильник чтобы я на вас давала гарантию если вы хотите получить гарантию что вы в этом бизнесе преуспеете я вам не даю такой гарантии потому что я же не знаю может вы сейчас придете домой ляжется на диван и будете ждать когда на вас доллары посыпаются поэтому никаких гарантий я вам не даю дальше следующее а вот это классно есть партнер один который говорит не постоянно мои знакомые говорят сначала ты за работой я посмотрю как у тебя получится а потом тоже буду этим заниматься вы с таким сталкивались ребята пожалуйста вот напишите это у меня вот один только кости такой уникальный или вам тоже такое говорят сначала ты за работу я посмотрю как у тебя получится а потом тоже буду до часто да окей и что и как вы к этому относитесь друзья так говорят сплошь и рядом до болевое точно болевое такое возражение сначала ты за работой я посмотрю как у тебя получится так вот а давайте разберемся это что это возражение это сопротивление или это просто отмазка как вы считаете он ксения пишет что практически все друзья и родственники говорят конечно это отмазка вот молодцы правильно это стопроцентная отмазка когда друзья вам не хотят сказать там знаете как какой там жлоб незнакомый может вам там сказать а это лохотрон да это все это развод вот друзья вам так вот более вежливо отмазываются говорят ну ты сначала заработать а а вы всерьез это воспринимаете вот и думаете что же мне ему на это ответить а что вот он меня в тупик поставил он меня в угол зато на ничего я вот сейчас как заработаю как покажу ему сколько у меня денег и тогда он гад куда он денется он придет вот а как вы думаете они придут когда вот вы заработаете когда вы покажете свои чеки свой успех когда вы ему будете показывать свои фотографии что вот вы благодаря компании где бы были отдыхали и так далее большая часть людей точно не придет да нет не 50 процентов я думаю 90 процентов из них не придут а знаете что они вам ответят тогда когда вы покажете свои чеки свою новую квартиру когда они увидят вас на хорошей новой машине что они вам ответят вот напишите вот уже близко близко и тепло да они вам скажут конечно ты же был первый вот что они вам ответят тебе повезло ты был первый поэтому ты преуспел они забудут что вы их звали тоже быть первыми вместе работать и как правило эти люди вам будут говорить тебе повезло ну конечно ты же был первый поэтому ты преуспел а чё я сейчас то чё уже сейчас то уже сейчас ты уже нет вот ты был первый тебе повезло поэтому не огорчайтесь когда вам говорят так это чистой воды отмазка это чистой воды отмазка понимаете вот и все это этот бизнес не для этих людей они действительно у них низкая самооценка они боятся что они не преуспеют они не хотят покинуть свою зону комфорта и так далее и так далее таких людей много но что на них обижаться вон мои родственники 20 лет видят как я успешно занимаюсь бизнесом как я зарабатываю очень серьезные деньги ну и что кто-то из них пошел со мной в новый бизнес допустим и тогда когда они могут сказать конечно ты была первая когда первое дом новый бизнес и говорим пойдемте со мной они что думаете пойдут нет конечно так что из-за этого не стоит огорчаться итак следующее возражение окей уже возражение у нас как бы под закончились и но и правильно я еще отвечу там нет вот вот на это мы позже ответим пожалуйста возвращаемся к прошлому предыдущему слайду и сейчас мы с вами поговорим о заблуждениях и ошибках при работе с возражением вот это очень важно на самом деле ребят возражение всего-то максимум 30 вот и кто хочет там кому вот самому допустим лень подумать и вы хотите получить готовый ответ вот как на предыдущее возражение у меня на блоге есть курс как построить эффективный успешный бизнес через интернет и вот на этом курсе там есть занятие есть модуль который называется работа с возражениями закрытия сделки можете там еще более подробно посмотреть почитать сейчас я хочу более принципиальных более важных вещах остановиться это заблуждение и ошибки при работе с возражениями почему вот это важно да я могу дать какие-то готовые ответы работающие заготовки и так далее вы можете их выучить наизусть но они у вас не будут работать почему они у вас не будут работать а потому что вы можете даже правильные ответы давать неправильно вот об этом мы сейчас и поговорим но сначала я хочу вспомнить такой старинный анекдот приходит мужичок в публичный дом заходит вести бюльчик видит две двери на одной написано для бедных на другой для богатых подумал ну какой же я богатый открыл дверь туда где для бедных там дальше коридор там опять написано опять есть две двери на одной написано для скромных на другой для самоуверенных ну какой я самоуверенный я бедный скромный парень открывает дверь и там опять две двери и там написано для сильных для слабых ну я бедный скромный парень ну какой же я сильный открывает дверь для слабых и оказывается на улице вы меня поняли вот если вы хотите быть богатым сильным вы должны быть очень уверенным в себе вы должны быть уверенным в своем бизнесе в своем продукте в системе млм и вот с этой точки зрения с этим ощущением с пониманием что вы работодатель что у вас уже все хорошо вы уже внутри бизнеса вот только вот с этой позиции вы отвечаете на возражение и тогда вы будете ведущим а неведомым в этом диалоге с вашим потенциальным партнером и так мы с вами помним что прав не тот кто умнее а тот кто главный и мы с вами выбираем не технику продавца а технику лидера зачастую вот неопытный дистрибьютор вот он думает если я отвечу на все вопросы то человек поймет и будет со мной работать и вот он старательно отвечает на все вопросы а эти вопросы сыплются как будто из рога изобилия вот один вопрос задали вам значит вы от старательно добросовестно ответили тут же задается второй вопрос третий пятый и десятый я вам говорю что я отвечаю только на один вопрос почему потому что если вы будете добросовестно и старательно отвечать вот на все вот эти вопросы это очень серьезная ошибка то что тогда получится вы принимаете игру которую вам навязал ваш оппонент эта игра футбол или вот в хоккей как на этой картинке причем вам отводится роль вратаря вам эту роль отвели вы покорно побежали напялили вот эти вот перчатки вратарские стали на ворота а ваш оппонент он нападающий и вот он вам бросает вот эти вот мячи возражения вопросы он бросил первый мяч вы словили тот человек уже ваш оппонент нападающий злиться ах ты гад словил мяч а вот тебе еще гад опять словил а вот еще да что черт возьми ну и ладно и и после этого это человек поворачивается говорит вам ладно я пошел по дому вот и уходит неудовлетворенно он разозлен потому что вот в этой игре футбол он не выиграл и у вас такое вот чувство как будто вас поимели правда вы столько энергии потратили столько времени вы так добросовестно ответили на все вопросы вы привели все аргументы а вот человек почему-то не подписался не стал вашим партнером а потому что вы тактику выбрали заведомо проигрыш на вот в этот футбол играть не надо понимаете эта позиция неправильная эта позиция порочная ответить на на первый вопрос если человек если человек действительно хочет разобраться он дальше вас спрашивает объясните мне вот это и дальше задает какой-то вот так толковый вопрос а если он не говорит вам объясните мне вот это а просто сует какие-то вот утверждения там это пирамида или дальше он там вам будет ой это через два года рухнет ой да это все фигня у меня вон соседка занималась пробовала ничего не получилось а я вам сколько денег уже вкладывал ничего у меня не бы мне не получилось и прочее прочее то есть у нас не спрашивает он утверждает вот тогда вот мы используем вот эту технику уточняющих вопросов если он вам говорит например ой да все это ерунда это пирамида вот тогда вы задаете ему вопрос что вы имели ввиду говоря что это пирамиды или вы ему задаете вопрос если он говорит допустим ой вот моя соседка там работала и ничего не за не заработала тогда я могу человеку скалы вот вот именно это говорит о том что нужно правильно с умом выбирать компанию маркетинг план и перспективы этой компании на рынке нужно смотреть продукт маркетинг план и компания все больше на эту тему я себя человеком не говорю и так если человек начинает вас морочить вот морочить вам голову с этими бесконечными вопросами сомнениями возражениями что нужно сделать нужно вернуть человека на землю как я это делаю допустим человек не говорит ну вот это вот пирамида или он не начинает говорить очередную чушь ну например а что будет когда уже все приобретут этот продукт или вот все вот все станут в дистрибьюторами этой компании как же тогда деньги зарабатывать вот но я не бросаю свой бой доказывать ему чушь его утверждений доказывать что это собачий бред вот я ему говорю кстати что давайте-ка мы с вами вернемся на землю мы можем с вами долго там будет теоретизировать рассматривать эти вопросы правда состоит в том что я разговариваю с вами только по одной причине Ребята, прям вот можете записывать эти слова. В вас я вижу потенциал. Давайте расставим точки над «и». Из нас двоих только я, тот человек, который здесь может что-то дать. И вы находитесь здесь по одной причине. Я расширяю свой бизнес. Если вы, да, хотите получить дополнительный заработок, если вы, да, хотите изменить свою жизнь, то давайте проведем наш разговор конструктивно. Если ваша цель – подловить меня, задавать какие-то каверзные вопросы, то давайте закончим нашу встречу сейчас. У меня действительно нет времени на пустые разговоры. Думаю, что у вас тоже. Вот так вот я человека ставлю на место. Понимаете? Потому что я. Главное на этом собеседовании. Вот. Почему? Кто ему позволил принять позу экзаменатора? Почему он должен меня экзаменовать? Я должна отвечать на его вопросы. Он там эксперт. Понимаете? Вот он эксперт, он мне задает вопросы, экзаменует меня. Я должна на эти вопросы отвечать. Понимаете? Вот человек, который только пришел в сетевой бизнес, или человек, который не зарабатывает денег в сетевом бизнесе, он хватается за всех и вся. Он хочет втянуть этих людей в бизнес. Он хочет вот их уговорить как раз. Вот. И он опускает себя в позицию полупопрошайки. Он начинает сдавать экзамен. Понимаете? Он начинает сдавать экзамен. А вот тот, кто пришел к нему там вот на собеседование в интернете, или это на земле, это не важно. Вот он экзаменатор. И вот дистрибьютор, партнер, вот он заглатывает вот эту наживку и начинает вот как собачка вот там танцевать, хвостом нести его. А вдруг он подпишется. Ой, вот сейчас я отвечу на все его вопросы. Вот. Я буду терпеливой. Я не буду раздражаться. Я буду... Вот сейчас вот я ему еще про это расскажу. И вот про это расскажу. И вот этот... Вот эту бумажку ему покажу. А вот этот еще ролик я ему прокручу. А еще вот я... Вот тут вот документ надо достать. А вот еще я сейчас спонсора позову. А еще вот ребят, которые вот там чего-то достигли, пусть они все перед ним выступят, и пусть они все ему расскажут, как вот это вот хорошо, какой у нас замечательный продукт, какой у нас замечательный бизнес. Вот этот человек, который так себя ведет, он рекрутирует человека, оставаясь на уровне продавца, а не на уровне... Не на уровне лидера. Если вы хотите перейти на более высокий социальный статус, на статус лидерства, то тогда и работайте как лидер, а не как продавец, который обслуживает клиента. К чему приводит вот такой вот способ рекрутирования? Если вы отвечаете на все бесконечные вопросы, если вот вы... Те возражения там, которые вы слышите, и ответы, вот допустим, которые я дала, или которые у вас есть, вот вы будете давать этому человеку бесконечно. Да, возможно, вы его и подпишете, этого человека. Но это приведет вас к одноуровневому маркетингу. Это приведет к вас не к тому, к чему мы все стремимся, чтобы построить большую, легко дублирующуюся сеть дистрибьюторов. Это будет такой вот одноуровневый у вас маркетинг. И что вы будете делать с этими людьми, которых вы вот таким способом полудохлых этих дистрибьюторов вы притащили в свою сеть, а вы будете с ним бесконечно нянчиться. Вы будете им звонить, напоминать, что надо пойти на учебу, что нужно вот делать вот это, что вот нужно вот это вот делать, что вот сейчас вот появился промоушен, вот как бы хорошо его выполнить. И вообще месяц кончается, а у тебя еще вот там активность за месяц не выполнена и так далее, и так далее. Это модель сетевой нищеты. Это модель, знакомая очень многим, модель сетевой нищеты. Поэтому я вот просто вам не советую таким образом рекрутировать людей. Как только появляется какое-либо возражение, используйте это возражение для того, чтобы укрепить свою позицию лидера. То есть не принять позицию вот этого братаря, которого вы видите, не принять позицию продавца, а позицию вот лидера. Ну, например, могут быть еще такие, знаете, ложные утверждения. Ложные утверждения, которые вот вам опять-таки как наживку кидают, а вы можете это вот словить и проглотить. Ну, например, вам говорят, ой, ну это понятно, что это плохой продукт. Если бы это был хороший продукт, так он бы продавался в магазине, а у него так вот не с рук. Вот, понятное дело, что вот это вот, все вот это вот пирамида, что это все вот незаконно. Вот мы вроде уже в свое время посадили, вот и вас рано или поздно посадят. И вообще все это ерунда, и вообще непонятно, где ваш продукт, в каком-нибудь там, где-то я, наверное, сделали, и так далее, и так далее. Вот такую вот чушь, все вот это вот вместе соберут, сплетут, вот, и упакуют, и вам в лицо вот это вот, в лицо вот это вот бросит. Если вы начнете отвечать вот на это, так сказать, возрождение, то тогда вы принимаете вот ту чушь, которую вам наговорили. То есть когда вам человек вот это вот сказал, что он подразумевает? Что вы работаете с каким-то липовым товаром, что вы вообще вот какой-то мошенник тут, типа Мавроди, что вы какой-то вот жулик, что у вас вот какая-то вот жульническая пирамида, что скоро вас всех вот тут вот разгонят на радость честным и порядочным людям, и так далее. Здесь могут вам все, что угодно наплести, вам могут сказать, что это секта, могут, ну, вы знаете, да? Вот, и вам это в лицо бросают, да? А вы начинаете кидаться и доказывать, да нет, на самом деле это не пирамида, ты не думай так. Вот, и что? Вы начинаете оправдываться. Вы начинаете оправдываться и пытаться доказать, что вы не жулик, что вы не мошенник, что вы не Мавроди и так далее, и так далее. Вот. Да еще вам, когда вот эту ахинею там наплетут все, говорят, ну, давай вот, ну, ответьте мне на это. Ни в коем случае. Вот на такие провокации не поддавайтесь. Но у вас должна быть четкая позиция, как у профессионала. У вас, понимаете, вы в этот момент вы не должны судорожно метаться, думать, а как же мне вот ответить, как мне его на место поставить, или как мне его разубедить, как ему доказать, что он неправ, что на самом деле там и белые, и пушистые. Нет, у вас уже это должно быть четко, четко. В этом профессионализм. Вы к этому должны быть подготовлены. Вот для этого я вот, в частности, я с вами работаю, чтобы вы были к этому подготовлены. Как на это можно реагировать? В ответ на это может раздаться просто гомерический хохот. Когда вы такой вот чушь наговорили, вы можете просто рассмеяться. Или сказать, ну, это прикольно, ну, классно. Вот. А после этого я человеку говорю, ну, ладно, это все прикольно, я понимаю ваш юмор. А теперь давайте вернемся на землю. Мы с вами сейчас встретились, потому что я расширяю свой бизнес. И мне нужны партнеры. Я не собираюсь читать вам лекции об индустрии сетевого маркетинга, рассказывать о том, что тут крутится 100 миллиардов долларов, что это современная, перспективная, благородная индустрия. Это не моя цель читать вам лекции. Моя цель другая. Цель этой встречи посмотреть, подходите ли вы мне и моим партнерам. Можете ли вы вписаться в мою команду. Ну и что же я вижу? Ну, я пока вижу, что у вас очень низкий уровень знаний в этой отрасли. Очень низкий уровень знаний в экономике. Но это не страшно. Это не страшно, мы все с этого начинали. Вопрос в другом. Хотите ли вы, а вот здесь, ребята, вы говорите то, о чем вы вначале спросили своего вот этого потенциального кандидата. То есть, когда вы начинаете с ним беседу, вы его спрашиваете, для чего вот он хочет прийти в бизнес. А если вы этого не спросили, то тогда все вот это остальное не имеет смысла. И вот здесь вот, когда я ему говорю, человеку, что у него нету там правильного понятия об этой индустрии, но это не страшно, мы все так начинали. Вопрос в другом. Хотите ли вы действительно зарабатывать деньги? Хотите ли вы серьезно зарабатывать деньги? То есть, то, что он мне вначале сказал, когда я его спросила, зачем ему нужен бизнес. И вот тогда вот то, что он мне сказал. Или он мне сказал, что ему нужен, там, ну, к примеру, свободный график работы. Или человек хочет подработать. Или он хочет заработать серьезные деньги. Или он хочет быть свободным и так далее, и так далее. Когда человек сказал, что его интересует, вот тогда вот я ему тут и говорю. Вопрос в другом. Хотите ли вы действительно стать экономически независимым человеком? Хотите ли вы действительно зарабатывать серьезные деньги? Хотите ли вы реально изменить свою жизнь? То есть о чем вы спрашивали вначале, но если не спрашивали, то вам тогда и сказать тут будет нечего. И это все должно быть отработано. Вот то, о чем я говорю, это все должно быть четко отработано. Никаких тут импровизаций у вас не должно быть. Никаких там индивидуального подхода, когда вы вот играете в великого психолога и вот начинаете выявлять потребности человека. Его потребности вы выявили в начале собеседования, когда вы ему задали прямой вопрос, что он ждет от этого бизнеса, что он ищет в этом бизнесе, вот и все. А остальное все, если вы бесконечно ходите на бесконечные тренинги, занимаетесь личностным ростом, то у вас и цель заниматься личностным ростом, а не цель зарабатывать деньги. На самом деле здесь все четко, просто, все должно быть отработано. Есть прописанные формулы, понимаете? Это системный бизнес. И как в каждом системном бизнесе, вот есть тут такой вот расписанный протокол. Если вы идете по этому протоколу, то обязательно вы тогда и придете к своей цели. Понятно? Следующий, пожалуйста, слайд. Итак, я вам рассказала, как я работаю. Какие техники успешны на самом деле. И как, применяя вот эти техники, вы сможете закрыть сделку и подписать нового партнера. А вот теперь такая вот контрольная работа у нас с вами будет. Итак, вы знаете техники, которые вот я вам показала. Технику дубинки, технику присоединения, технику айкидо при работе с возражениями. Вот теперь вам вопрос, который вам тоже часто задают. Правда, ребята? Задают вам такой вопрос. А сколько вы времени сами-то находитесь в этом бизнесе, и сколько вы зарабатываете? Задают такой вопрос, да? Вот. А теперь, как вот, получив вот сегодняшние знания, я надеюсь, что вы меня услышали, как вы ответите вот на этот вопрос? Как вы ответите на вопрос, когда вас спрашивают, а вы сами-то сколько времени находитесь в этом бизнесе, и сколько вы заработаете? Зарабатываете. Вот. Окей. Значит, давайте зрить, давайте зрить в корень. Вот. Я бы не стала ну, это уйти от вопроса, сказать ему, например, дело не в том, сколько я, а в том, сколько ты сможешь заработать, мы будем учиться вместе с вами, то, что, сколько я зарабатываю, не сделает ваш доход больше или меньше. Я недавно вошла в этот бизнес, и только учусь. У меня плохая память. Ну да, амнезия. Вот. Что ты хочешь услышать? Вот если вы начнете, вот это вот лепетать там, вот я недавно только вошла в этот бизнес, поэтому у меня маленькие заработки. Да вот я до этого там ерундой занималась, вот только вот бегала, там продукт продавала, вот теперь-то я понимаю, что нужно строить бизнес, у меня теперь все только получится. Вот. Неважно сколько я заработал, ты можешь заработать больше. Ребята, это все не то. Я только начал. Это все, все, все оправдание. А давайте зрить в корень. Вот если мне, если мне задают такой вопрос, да, я могу показать, открыть свой бэк-офис, показать свой роскошный чек, но я этого не хочу делать. Почему? Потому что, вот, те ребята, вот, кто еще вот сейчас, пока еще не зарабатывает большие деньги, вот вы, наверное, думаете, вот, если бы у меня вот был такой вот там, ну вот, десятизначный чек в долларах, я бы как показала, так сразу бы все их, как зайки, побежали бы ко мне подписываться. А вот этих зайок, пугает такой вот большой чек, они тогда сразу, о, блин, ну для меня это нереально, это, это что там, 30 тысяч долларов в месяц, не, ну, ну, я же вот тот мужичок из того публичного дома, да, вот, я же вот для слабых, вот, поэтому, это тоже не аргумент. Вот, если вам задают вопрос, а сами вы сколько времени находитесь в этом бизнесе, сколько вы зарабатываете, спросите у этого человека, а зачем вы мне задаете вопрос этот? Зачем вы мне задаете этот вопрос? Что вас интересует? Моя профессиональность? Что вы хотите узнать? Насколько я профессионален? Или сколько вы сможете сами вот зарабатывать в этом бизнесе? Какие тут возможности? Зачем вы мне задали этот вопрос? вот так вот надо на это отвечать понятно если вы у человека спросите зачем вы мне задали этот вопрос для того чтобы проверить насколько я профессионален или вы хотите знать сколько вы зарабатываете в этом бизнесе вот когда вы вот так вот ответите с напором уверенно вот тогда вас не превратят в этого вратаря понимаете потому что ту цену которую вы сами себе установили вот если вы позволите вот чтобы вас там пинали и задавали вам глупые вопросы если вы начнете оправдываться вот так вот как вы мне сейчас тут писали что вот да я вот там я только вот недавно да я чё да я вот тут только попись вышел да вот меня вот тут друг привел я вот с ним пока вы только учусь пока вот я там еще бедный несчастный то вы сами себя опускаете ниже плинтуса а кто же пойдет за таким человеком поэтому вот ответить только так далее к это действительно юрий это действительно супер вот такой ответ это супер а зачем вы мне этот вопрос задаете вы хотите проверить мой профессионализм или вы хотите узнать сколько здесь денег можно зарабатывать пожалуйста я вам покажу эти возможности вот и все никогда не забывайте о своем вот чувствую собственного достоинства пожалуйста вопросы я думаю мы с вами очень так эффективно очень ценно поработали вот теперь я вам разрешаю задавать вопросы у нас с вами есть еще несколько минут так у меня нет денег такое возражение да ну давайте ответим на этот вопрос у меня нет денег все чат побежал сейчас пропущу вопрос значит у меня нет денег когда он человек говорит но во-первых есть такая аксиома в бизнесе чтобы вы знали я вот когда 20 лет назад пришла в бизнес меня слава богу сразу мои спонсоры с этой аксиомы познакомили и я потом поняла что это действительно так значит аксиома в том что все люди врут все люди врут поэтому когда вам говорят что у человека нету денег вы пожалуйста это вот за чистую монету не не принимайте да вот поэтому когда у меня человек мне человек говорит что у него нету денег ну тут у меня есть несколько вариантов как ответить допустим но если речь там идет о такой сумме допустим как 600 долларов там или 1000 долларов и мне вот взрослый мужик не стесняясь говорит у меня нету таких денег я его спрошу а сколько сколько тебе лет будет но сорок два года и вот и даже до 42 лет у тебя на кармане нету тысячи баксов так а чем что занимался 42 года может надо все таки что-то изменить своей жизни и жить достойно чтобы 1000 долларов не казалось тебе какой-то непонятной суммой или когда там начинает конючить что ему негде взять там вот я тогда человеку говорю а если почку продать человек опешивает опешивает вот а потом дни а мне она сама нужна почки ну тогда ты найдешь эту смешную сумму вот или я человеку когда он говорит что у него нет денег на самом деле ты ничего нового мне не сказал богатые люди сюда не приходят смешно представить что какой-нибудь олигарх позвонит мне и скажет вот научи меня как выбраться из нужды как зарабатывать деньги все приходят там в такой ситуации но все кто действительно хочет иметь денег то до хочет изменить свою жизнь они эту сумму находят занимая беря кредиты и так далее так что ничего нового ты мне не сказал девяносто девять и девять десятых процентов людей заходя в этот бизнес они приходят именно для того чтобы не быть бедным вот так можно говорить только людям холодным своим не скажешь я я так не считаю что своим так не скажешь потому что я придерживаюсь принципа что дурак обидится уйдет а умный разозлиться и сделает поэтому не бойтесь задеть самолюбие человека не бойтесь ничего страшного вот возражение я не верю еще раз повторю я отвечаю таким образом это дело не веры отдела знания все я больше ничего они не добавляют на эту тему вот этой фразы вот попробуйте так работать и вы увидите что этого достаточно потому что это опять-таки провокация когда вам говорят я не верю а что мы в церкви что ли люди ждут люди ждут ну что вы начнете их опять-таки убеждать почему не продается в розничной торговли значит на этот вопрос можно можно отвечать долго и нудно можно сказать можно прочитать человеку лекцию о том что помимо вот обычной розничной торговли существует вот продвижение продукции через сеть обученных дистрибьюторов потому что если действует традиционными методами то фирма должна потратить миллионы денег на неэффективную рекламу которую никто не воспринимает и так далее и так далее вот вам нравится вообще вот такой вот ответ он правильный казалось бы этот ответ он такой вот добросовестный он логичный ответ но лучше пойти по другому пути когда человек вас спрашивает почему это не продается в магазине почему это нет в розничной торговли вы можете ему сказать я конечно могу вам прочитать лекцию и объяснить почему это не продается в розничной магазине почему системой продвижения через дистрибьюторов пользуются уже давно такие например монстры как кока-кола как жилет и так далее но давайте с вами вернемся на землю мы с вами можем долго тут теоретизировать я могу прочитать очень умную лекцию но давайте вернемся на землю причина нашей с вами встречи сегодня в том что я расширяю свой бизнес и мне нужны люди мне нужны люди которых я рассматриваю в качестве кандидатов в партнеры в мой бизнес и наша цель сегодня с вами решить этот вопрос подходите вы мне и моей команде или нет они цель по умничать и читать вам лекции поэтому если вы да хотите изменить свою жизнь ну и дальше вот то что я вам говорила понятно вот родственники не идут как работает с ними работать с друг с родственниками смотрите также они же тоже люди также как и со всеми остальными так и со всеми остальными людьми работать с родственниками я родственникам даю информацию говорю что я тебе даю эту информацию первую очередь потому что ты мне не чужой человек, потому что я о тебе забочусь. Ну, а дальше ты уже решай сам. И все, ребята, и на этом все. Оставьте вы их в покое, потому что железной рукой вы, как большевики, их в счастье не загоните. Мои родственники не работают в моем бизнесе, хотя знают, что я успешна, что это серьезный бизнес, что это серьезные деньги. Они это видят. Им это не надо. Что мне с ними? Испортить отношения? Что мне их разлюбить? Перестать с ними общаться? Нет. Это их выбор. То, с чего я начинала. Не все будут работать в этом бизнесе. Вот. Ну, там, по-моему, уже все повторяется. У меня мало свободного времени. Вот давайте еще на последний вопрос. То, что вот я тут вижу. Вот. когда человек говорит, что у него мало свободного времени, тут опять-таки может быть два варианта. Или человек просто хочет отмазаться от вас. Вот. Что, типа, отцепись. Вот. Отцепись от меня. Или он действительно хочет спланировать. хочет спланировать, как вот он может работать при его общей занятости. И поэтому нужно ему задать, наверное, конкретный такой вопрос. Я человека спрашиваю, а вы действительно хотите работать в этом бизнесе и совместить его со своей занятостью? Если это так, давайте рассмотрим варианты, как это можно сделать. Вы можете в день уделять час этому бизнесу? Например. Можете? Вот. То есть я тогда стараюсь выявить, это отмазка или это реальное возражение. Господа, у меня для вас есть такой маленький подарок новогодний. Значит, те, кто ходят ко мне на блог, наверное, вы там видели, что у меня вот есть курс о том, как построить через интернет, построить реально работающий MLM бизнес. Этот курс пользуется огромным спросом, огромным успехом. Если вы зайдете, вы почитаете, сколько людей пишут мне восторженные отзывы, говорят, что этот курс реально помог добиться успеха, реально продвинуться, реально построить большую серьезную сеть. И там вот вопросы, пожалуйста, покажите нам содержимое этого курса. Там вопросы о том, которые нас всех волнуют. Как работать на холодном рынке, как искать людей в скайпе, в социальных сетях. Второй модуль вам расскажет о том, как... Пожалуйста, второй модуль. О том, что и как говорить незнакомым людям. И в этом же модуле я рассказываю, как работать в нерусскоязычной стране, потому что ко мне на занятия приходят люди из многих стран, не только из русскоговорящих. И здесь как раз есть модуль о работе с возражением и закрытие сделки. И последний модуль тут это скажите нам четвертый модуль. Это как построить, удержать и развить сеть. Как управлять этой сетью и как мотивировать людей. И там еще есть большой такой блок, где ответы на конкретные вопросы, вот практические вопросы людей. Вот там я работала конкретно с этими людьми. этот курс стоил, покажите пожалуйста сколько он стоил и сколько он сейчас стоит, потому что я как бы не занимаюсь этими коммерческими вопросами. Значит сейчас вот 75% скидка на этот курс и такая скидка будет действовать до 31 декабря. новогодний такой подарок и в конечном итоге со скидкой этот курс сколько стоит, покажите нам пожалуйста. сейчас мой администратор вам покажет сколько этот курс стоит. А, админ написал 52 доллара, то есть со скидкой 75% этот курс сейчас стоит 52 доллара. Вот есть тут ссылка nataliprodan.com это мой блог, туда вы можете зайти и найти вот этот курс, вон есть ссылка админа вообще непосредственно на курс. То есть вместо 211 долларов, как этот курс стоил и продавался, вот решили устроить такой новогодний подарок аттракцион неслыханной щедрости и стоит этот курс символическую цену 52 доллара. Почему это не бесплатно? Потому что все должно иметь свою стоимость, свою цену и свою ценность. Вы это знаете, да? Потому что за что как это говорится уплочено должно быть проглочено. То есть если вы заплатили деньги, то вы уже добросовестно будете этот материал изучать. Поэтому если кому это интересно, пожалуйста, вот, как приобрести, а вот туда, пожалуйста, по этой ссылочке пройдите и админ вам там поможет все это оформить. я рада, что вам это было полезно, приятно, спасибо за ваши отзывы, спасибо, мне это приятно читать, что это супер, что моя школа как всегда лучше. Я рада, потому что ребята, я вам даю те техники, которые работают потом и кровью выстраданные, не то, что там в книжках заморочки какие-то прочитала, а то, что применяю и то, что работает. Спасибо вам. И главное, ребята, это действовать. Главное действовать, чтобы это не было процессуально, что мы учимся, что когда-нибудь то, что мы сегодня делаем, это самое главное. Главное действовать сегодня. Всем вам счастливого Рождества, счастливого Нового года и грандиозных успехов в бизнесе, счастья, любви, и благополучия вашим семьям. Bye.